Меня зовут Лена Денгадея, и сегодня вы у меня в гостях. Я живу в Orange County, это считается загород. Эта улица была заселена нелегальными иммигрантами. У нас есть кухня на улице. Тут у меня происходят ритуалы свечей. Вся внутренность дома, она в таком стиле модерн, mid-century. У меня здесь представлено очень много разных пластиночек. Вот эти стулья винтажные. Стол инкс тоже винтажный. Лампа винтажная. Что, где будет стоять, или занимается муж. У меня нет ни одной цепочки, которая была бы сейчас куплена из новых коллекций, магазинов или каких-либо брендов. Здесь иногда я просто сижу, думаю, медитирую. До знакомства с мужем я даже не знала, что ему нравится вся эта винтажная история. Всем привет! Меня зовут Лена Делгодея. И сегодня вы у меня в гостях. Перед вами дом Крафсман. Стиль этого дома существует уже более ста лет. Американский Крафсман. Крафсман с английского означает ремесленник. Одно из популярных американских направлений в строительстве загородных домов. И да, я живу в Оренч Каунте. Там есть и Малибу, и Санта Моника, и Лонг Бич. И это не Лос-Анджелес. Это как будто бы отдельные городки. Вот есть Москва, а есть Химки. Есть Мытища. Что там еще есть? Дома Дедова, да? Вот где внизу совсем-совсем. И здесь вот можно сказать тоже что-то типа таких загородных домов, поселений. И в основном в загородном люди живут в домах. Но также есть и апартаменты. Крафсман зародился в последние десятилетия 19 века. И вообще американский Крафсман это продолжение такого английского бунта, когда была промышленная революция. И ремесленники, те, кто делали, производили все ручками, протестовали против обесценивания ручной работы. И как раз-таки Крафсман было начало идеи того, чтобы дома создавались для удобства, комфорта, уюта, но не для показа. И первыми, кто прославил стиль, стали Чарльз Генри Грин и Фрэнк Ллойд Райт. Сейчас, кто знаком с их архитектурой, со строительством, это достаточно-таки известные имена. И они первые начали вообще использовать этот стиль и популяризировали его. Характерные черты Крафсмана это открытые террасы, многоскатные крыши, дымоход. Вообще Крафсман, который побольше, пороскошнее, у них открытые крыши с окнами. То есть на крышах есть окна, это вот как в Санкт-Петербурге, например, на крышах делают вот эти вот окна. Так как этому дому 100 лет, и Америка достаточно молодая вообще страна, и когда народ стал приезжать, эта улица была заселена нелегальными иммигрантами и в основном мексиканскими иммигрантами. И поэтому тогда еще это поселение такое было достаточно бедное, и здесь очень много жило бедных людей. Поэтому дом считается таким скромным вариантом Крафсмана, но он был достроен. И я вам покажу, какой он был изначально и какой величины он стал после постройки. Так как дома больше 100 лет, у нас не было идеи поддерживать внутренности дома именно в антикварном стиле. И у нас вся внутренность дома, она в таком в стиле модерн, mid-century, это 50-е, 60-е. Ну и вообще, конечно, я добавила там антикварных вещичек. Вот мы сейчас с вами взглянем и посмотрим. Пойдемте. Как я уже сказала, что дом внутри не выглядит антикварным. И здесь сейчас я нахожусь на кухне. Мы с вами сейчас пройдемся по мебели, и я вам расскажу про как раз-таки мексиканское влияние на дом. Стиль Крафсман вообще примечается на своими прямоугольными углами. Но так как эта улица вообще была нанесена мексиканцами, скорее всего, до того, как мы сюда приехали, заехали, этот дом принадлежал мексиканцам и был построен мексиканцами. Поэтому здесь есть такое испанское влияние испанокультуры, вот в виде вот этой арки. Если вы когда-нибудь были в Испании, вы могли заметить, что вот арки – это основное такое испанское архитектурное движение. Так как вы можете на меня взглянуть, даже не догадываться, что на мне сейчас надето винтажно, но также, пройдя по моему дому сейчас, вы не сразу обратите внимание на то, какая мебель у меня винтажная. Это винтажные стулья No, их сейчас перепроизводят, но винтажных все меньше и меньше, и они стоят дороже, и их очень быстро раскупают, но вы можете их купить и в новенькие. В общем, винтажного здесь на самом деле много, вот эти стулья винтажные. Стол Инс тоже винтажный, лампа винтажная. А, кстати, вот бутылочки. Помните, мы покупали с вами бутылочки у мужчины на рынке? Вот так я использую эти бутылочки. На самом деле я скупаю, почти у меня традиция, я покупаю почти на каждом винтажном рынке пластинку. Сейчас у меня вставлена пластинка классического рока, и мы сейчас ее поставим с вами. Дискотеку себе устраиваем. Ну, с утра я очень люблю прийти, готовить себе завтрак, сделать кофе, включить пластиночку, и просто кайфануть от басиков, от музычки. И вот я сейчас не шутила про пластиночки, у меня здесь представлено очень много разных пластиночек. Ком, что будем пить сегодня, ком? Если что, я обращаю их к собаке. На самом деле у нас представлен бар, но мы его не потребляем. Вот тут у нас стоит такой красивенький, с красивенькими такими вот графинчиками, с красивенькими бутылочками, и просто радует наш глаз. И вот эта штучка, она тоже винтажная, она не бренда какого-то, но тоже была куплена на просторах винтажного маркета. Можно подумать, что у нас на самом деле все винтажное, но ладно, не все. Вот это, например, все сделано из металла, вот такие вот вставки, это сооружает муж. Вот здесь можете посмотреть, вот эту штучку он тоже соорудил, полочка, которая вот держит рыбку, наушники и так далее. И вы еще посмотрите, что металлического было, есть у меня в доме. Сейчас мы с вами перемещаемся в большую комнату, но прежде чем мы дальше двинемся, я хочу вам показать вообще размеры, которые были до того, как этот дом был достроен. И дом заканчивался прямо вот здесь. Все, что дальше мы с вами посмотрим, это уже была достройка. Мы с вами находимся в моей гостиной, и вот стул, который очень любят мои собачки. Это имс для Германа Миллера. Это винтажный стульчик. Сейчас их тоже переделывают, точнее делают новыми. И представлены винтажные варианты, которые сейчас также можно с трудом найти на рынке. Слон тоже имс. Сейчас я вот нахожусь на своем кауче. Диванчики. Это тоже винтажный рассет Тога. Они вообще существуют, по-моему, с 50-х годов, и производили все эти диваны именно с того времени. И сейчас они верны своему стилю и качеству, и продолжают делать его в таком же классном стиле, как и когда-то 50 лет назад. Что касается проектировки дома, что где будет стоять, этим занимается муж, за что я ему очень благодарна, потому что я не знаю, как я бы расставила все это дело, но мне очень нравится все, как выглядит. Вот, посмотрите на это кресло. Это Ханс Вагнер. Тоже винтажное такое креслице. Одно тоже из любимейших кресел собак. Опять же, я, наверное, буду повторять, что оно винтажное. Так получилось, что до знакомства с мужем я даже не знала, что ему нравится вся эта винтажная история. Винтажные какие-то мебельные декорации и мебель. И, как выяснилось уже после замужества, что, оказывается, мы на одной волне. Сейчас я вам покажу особенность нашего камина. Вот дымоход, который существует, он не используется. То есть здесь она такая... То есть включается настоящий огонь, но никак не проходит через дымоход. Я не знаю, как это точно проходит, но, в общем, сделаны гениально. Внимание! Те же самые бутылочки. Как видите, одна наполненная сухих отцветами, другая просто стоит рядышком. Сейчас я вам покажу, ну, как свою прачечную комнату. Я не знаю, как лондори-рум. Мы находимся сейчас в моей прачечной. Место, где я стираю. Но Америка познакомила меня с сушилкой. Это значит, что сначала вы стираете в стиральной машинке, а потом сразу же сушите. Это удобно для полотенец, для постельного белья. В Америке, в некоторых штатах, нет ни стиральной машинки, ни сушилки для того, чтобы экономить энергию, экономить воду. И тогда люди ходят в отдельные такие магазины, где расставлены повсюду машинки стиральные, сушилки. И вот они там проводят какое-то время, забрасывают свои вещи, кидают монетку, стирают, и если что-то надо, сразу сушат. И с этим потом уже уходят. Но я очень счастлива, что у нас это все сейчас есть здесь. Это такой холл, где, опять же, вы сейчас выходите из большой комнаты. Здесь прачечная. Дальше двигаясь, это место спячки собак. Это наше холли-плейс. Здесь находится мой офис, но туда мы не пойдем, потому что там беспредел творится. Ну и там, на самом деле, такого дизайнерско-архитектурного показывать нечего, ну, кроме как бардака. Здесь еще одна комната дочка мужа. Здесь ванная комната. Я бы сказала, гостевая, но на самом деле ей сейчас пользуется муж, потому что он мне отвел всю ванную комнату для меня. Вот, здесь душевая, туалет. Кстати, у нас в доме стоят туалеты Тота. Это японские туалеты, то есть вы садитесь, и вам тепло. Мой туалет конкретно, он еще и смывается, то есть он вообще балует. Ну, в общем, если вы хоть раз пробовали туалет Тота, вы никогда не захотите вернуться к другому туалету какому-либо. Сейчас мы пойдем в место, которое я редко кого пускаю, потому что через это место у нас выход во двор, и те гости, которые приходят, я очень часто прошу, чтобы они зашли через боковой вход дома, а не через нашу спальню. Мы пришли в мою спальню. Где спрятаны мои вещи? Это вот шкаф. И вот целый, как гардеробная, но она маленькая. Сюда мы сегодня не пойдем. Если вам интересно, конечно, я могу отвести для этого отдельную серию и показать, что, сколько у меня винтажных сумок, там, обуви, джинса, пиджаков, курток. Ну, если вам интересно, пишите комментарии, и я для вас сниму отдельный выпуск. Так как я большая поклонница винтажной бижутерии, у меня ее стало очень много накапливаться, мне уже некуда было ее складывать, и у нас был такой неиспользованный угол в спальне. И я предложила мужу использовать под мой бьюти такой уголочек. Этот стол металлический тоже был спроектирован моим мужем. Здесь вся бижутерия винтажная. Зеркало антикварное. Все остальное, вот это было новое куплено. Вот эта штучка тоже новая. Но, правда, бижутерия у меня нет ни одного, ни одной цепочки, которая была бы сейчас куплена из новых коллекций, магазинов или каких-либо брендов. Вот кольцо на мне викторианского стиля. Вот эту шкатулочку я привезла из России. И это принадлежала шкатулочке моей бабушки, ей около 50 лет. Сейчас мы пройдем в мою ванную. И у меня тут две раковины, потому что, опять же, как я говорила, муж отдал мне полностью уборную. Сейчас я понимаю, что на самом деле со всеми моими бутылочками и с кляночками, баночками он бы просто сюда не поместился. Опять же, туалет тот, который, если вы хоть раз попробуете, вы не измените его ни с каким другим туалетом. Я просыпаюсь, я открываю шторку, и я сразу вижу свет во всей красе. Сейчас мы пойдем с вами во дворик, про который я говорила, что моя спальня ведет сразу во дворик, и гости, которые приходят во дворик, они не проходят через мою спальню в дом, они проходят через другой вход. Пойдем. Это как раз-таки выход из моей спальни. Что примечательного в бэк-ярде, что он вообще существует в дворике. Здесь такая зона отдыха, зона готовки. Сейчас у нас есть, так же вам показывала кухня в доме, у нас есть кухня и на улице, то есть здесь вообще удобно делать какой-либо гриль. Здесь вот просто сейчас прошел дождь, и все сейчас накрыто. Вот здесь духовка, там гриль, здесь особый гриль, который был сделан из цемента. Духовка была создана, опять же, спроектирована моим мужем. Это сделано просто из цемента. Сюда, значит, забрасывается уголь особого производства и также дерево. И когда это все томится, здесь очень вкусные получаются стейки, овощи. Все совершенно по-другому готовится, нежели на обычной гриле. Вот еще одно произведение искусства моего мужа. Металлический стол спроектированный. Как видите, здесь такие как будто бы ржавчины есть. Это все такое продуманное. Еще здесь есть стол, также спроектированный из металла. И также создан этот эффект такой ржавчины. Приемчик жженого дерева. Это если вам что-то нужно покрасить в черный, вы просто проходитесь огнем по дереву, и оно становится черным, и вам просто никогда не придется это дело красить. Мое любимое место во дворе – это душ, который находится снаружи, и ванну, которую я принимаю, глядя на звезды. И моя ванная! Ванная, которую вот я принимаю, ложусь вечерочком, смотрю на звезды, варю все свои травы, насыпаю разные соли. Тут у меня происходят ритуалы свечей, всяких вонючек. Собаки приходят, пытаются тоже попить со мной вместе чаю. Это любимая стенка для моих сторис, напротив которой я занимаюсь йогой, выкладываю, иногда делаю какие-то съемки, снимки. Это гараж, там стоит машина. Как я уже сказала, это такое место отдыха, и я сюда люблю приходить, когда либо не жарко, либо не холодно, читать книжку на этом диванчике. Здесь у нас также место огня, где там жаришь сосисочки, обжариваешь огнем, маршмеллоу, вот эти вот американские фильмы, да, когда ты там на шашлычок натягиваешь маршмеллоу. Вот эту Будду я ухватила на эстейтсейле. Это дом, который распродавался, все, что в нем находилось, жила в нем японская семья, то есть там умерли старые люди, и эта Будда принадлежала им прям трушным реальным буддистам. Вот, собственно, здесь я и читаю. Здесь иногда я просто сижу, думаю, медитирую. Ну, это как мое такое личное пространство. Вот, я провожу здесь время с собаками. Я не знаю, я провожу ли они со мной проводят время. Мы очень любим встречать гостей, и в основном все наши гости находятся вот как раз-таки в этой зоне. И для того, чтобы им попасть в дом, все проходят через боковую часть дома. Пойдемте, я вас проведу как своих гостей в эту часть. Вот такой путь проделывают гости. Чтобы попасть в гостевую уборную, сбоку находится еще одна дверь. Мы, на самом деле, это тоже наша ходовая дверь, то есть мы приходим не с переднего входа, а с бокового. И, собственно, вот это то, откуда мы и начали. Я фанат винтажного стекла. Это тоже стекло 50-х, 60-х годов. Я вам покажу, когда мы пойдем по району, где я его покупала. И знаете, где хранятся все мои волосочки? Вот тут-то! Вот, например, вот это ручная работа. Ну, это прям, мне кажется, отдельный выпуск для показа моих фаз. Ну, в общем, у меня их очень много. Сейчас вам покажу просто разные фактуры, фасоны, цвета. Итак, вы побывали у меня дома. Я надеюсь, что вам очень понравилось. Что понравилось, пишите в комментариях. Что не понравилось, тоже пишите в комментариях. Что вам бы хотелось узнать поподробнее. Хотелось бы вам зайти в мой гардероб. Пишите. Это не последний такой дом-тур. И моя идея не показывать дома Беверли-Хиллс. Ну, наверное, районы, о которых весь мир знает. И они такие в устойчивом каком-то представлении. Есть о том, что вот есть Беверли-Хиллс. И помимо вот Лос-Анджелеса больше других районов нет. Вот я вам сейчас знакомлю с Оранж Каунти и домами Оранж Каунти. И на самом деле мы познакомились с домом таким архитектурным стилем крафтсмен. Еще предстоит очень много разных архитектурных стилей посмотреть. Подписывайтесь, ставьте лайки, оповещения, чтобы вы знали, когда в следующий раз выходит мой выпуск. Субтитры сделал DimaTorzok